СОЦИАЛЬНЫЙ БОНУС СОЦИАЛЬНЫЙ БОНУС СОЦИАЛЬНЫЙ БОНУС СОЦИАЛЬНЫЙ БОНУС Безопасность границ. Александр Лукашенко посетил военный аэродром в Лунинце. Отсюда до Украины чуть больше 50 километров. Поэтому защита южных границ стала основной темой визита. Говоря о подготовке белорусско-российского военного учения, президент подчеркнул. Союзное государство выстраивает свою безопасность, исходя из необходимости оборонять рубежи. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит, и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай непредсказуемости, неадекватности и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. 1500 почти километров южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность, чего бы нам ни стоило. Нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить. Еще одной темой встречи стала обновленная Конституция. Референдум назначен 27 февраля. Беларусы ответят всего на один вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Проект основного закона, напомним, опубликован на сайте Национального правового портала. Для них нет ничего невозможного. Артур Зайцев и Игорь Боки стали лауреатами спецпремии президента. Спустя несколько дней звание заслуженного мастера спорта паралимпийский чемпион получил вместе с серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио. Татьяна Горубович о тех, кем гордится страна. Он зажигает звезды, звезды белорусского спорта. Артур Зайцев заряжает своих воспитанниц только на победу. Ирина Курочкина, Ольга Хилькова, Анесса Каладинска и Залина Седокова. Бобруйская женская команда по вольной борьбе – одна из самых титулованных в республике. Заслуженный тренер страны стал лауреатом специальной премии президента «Белорусский спортивный Олимп». Эта награда получена из рук главы государства. Очень высокая честь для меня и высокая оценка труда моего и всего коллектива, который участвовал в подготовке Ирины Курочкиной. Приходится очень много работать над собой и в профессиональном качестве. И постоянно все меняется, правила меняются, техника, тактика. И постоянно следить за ведущими спортсменами стран разных и делать какие-то анализы, анализ генераловок. Очень много сил и времени заниматься на деле. Артур Зайцев – личный тренер Ирины Курочкиной. За бойцовский характер в спортивной среде ее прозвали «Тигром». Чемпионка Кубка мира, двукратная победительница Европы и бронзовая призерка планетарного первенства. На ее счету и серебро Олимпийских игр в Токио. Сравниться в скорости с Бобручанкой мало кто может. В схватке Курочкина думает на несколько ходов вперед и моментально принимает верные решения. На днях Ирина получила звание заслуженного мастера спорта Беларуси. Эмоции она не скрывает. Очень горжусь, что мне вручала глава государства эту награду. Я всегда хотела быть заслуженным мастером спорта. Сейчас горжусь и я рада, что удостоена такого звания. Артур Евгеньевич для меня чуткий, отзывчивый, добрый, хороший. Он для меня все. Ну, он для меня второй отец. Это психолог, друг. Бобруйская торпеда и плавательный феномен. Так называют паралимпийцы Игоря Бокова. Обладатель 10 действующих мировых рекордов. Многократный чемпион мира и Европы. На его счету 18 медалей, 16 из которых – высшие пробы. Последнее достижение – 5 золотых наград на паралимпиаде в Токио. На днях его копилка также пополнилась званием заслуженный мастер спорта Беларуси. Плюс, как и Зайцев, Бокий стал лауреатом специальной премии президента. Здесь отметили заслуги тех, кто проявил себя в минувшем году. Получить такую высокую награду, как премия «Олимп», тем более из рук самого президента – это очень большая честь. Это очень приятно. Это задаст еще своего рода энергии и мотивации на еще более усердную и дальнейшую работу. Бобруйск издавна славится своими спортивными талантами. Алина Максимова, Надежда Макарченко, Максим Петров, Виталий Осетский, Александр Родионов, Нина Савина, Андрей Козусенок, Дарья Наумова, Александр и Андрей Богдановичи и многие другие – достойно представляют нашу страну на международной арене. Каждый из них – яркий пример. Для белорусов нет ничего невозможного. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Беларусь установила рекорд по экспорту сельхозтоваров за прошлый год. Больше всего пользуются спросом молоко, мясо, рыба, яйца, овощи, грибы, рапсовое масло, шоколад и продукты, которые содержат какао. Планируется, что к 2025 годовой экспорт продовольствия составит 7 миллиардов долларов. В стране начала действовать социальная скидка. В список вошли 29 позиций. Бонусом могут воспользоваться пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше 280 рублей. Магазине на кассе нужно предъявить оригинал или копию документа, который подтвердит принадлежность к этим категориям. Инициативу правительства поддержали 16 представителей ритейла. Стоимость обеда в учреждениях образования стала дороже. В школах средняя цена двухразового питания для учеников младших классов поднялась до 2 рублей 52 копеек. Для старших составило 2,94. Изменения также коснулись детских садов, лицеев, колледжей и вузов. В Беларуси ввели подоходный налог в размере 10% для тех, кто занимается сбором и продажей ягод, грибов, меда, орехов и лекарственных растений. Но его будут платить не все. Внести сумму придется, если общий заработок от реализации даров леса составит больше 6400 рублей. В Беларуси вступают в силу новшества по оплате больничных. Все беременные, которые работают по трудовым договорам, получат оплачиваемый лист нетрудоспособности, даже если их наниматель не перечислял обязательные страховые взносы на социальное страхование. С этого года для тех, кто владеет агроусадьбами, меняется система налогообложения. Если раньше платили сбор раз в год, то теперь это придется делать каждый месяц. Сумма – 31 рубль. При этом тем, кто заплатил в конце прошлого года 58, не нужно доплачивать по 2 рубля за январь и февраль. Для них это больше, чем просто работа. Свой профессиональный праздник на неделе отметили сотрудники МЧС. Им характерно преданное своему делу – мужество и твага в самых трудных и опасных ЧП. 32 спасенные жизни и 163 ликвидации пожаров. Это цифры за год, только по Побруйску. Далее о героях нашего времени. Он немногословен и сдержан. Ведь для пожарного каждый день заходить в пылающий дом – привычное дело. Евгений Мажоровский спокойно, как о чем-то обыденном, рассказывает, как недавно его звено вынесло мужчину из горящей квартиры. ЧП произошло около полуночи на Пушкино. Тогда двое жильцов успели выбраться самостоятельно. Третий остался внутри. Наш герой вместе с другими бойцами бросились в самое пекло. После того, как поднялся облакопара и дыма, я начал прощупывать помещение руками на четвереньках. Обнаружил тело пострадавшего на ощупь, передал в радиостанцию. И при помощи своих коллег эвакуировали пострадавшего на свежий воду. Решение стать пожарным Евгений Мажоровский принял 11 лет назад, сразу после армии. Первый выезд помнит хорошо, как и остальные, но число спасенных не ведет. Говорит, у огнеборцев это плохая примета. О выбранном пути не пожалел ни разу. Здесь каждое движение доведено до автоматизма. То, что для простого человека целое событие, для сотрудников МЧС – обычный рабочий процесс. Заря, заря, я на 17 прием. Заря, заря. А я ко связи. Заря, как слышите, не поем. В аварийно-спасательной части всегда дежурит дневальный, а на пункте связи диспетчер. Где бы ни находились бойцы МЧС, в классе или на тренировке, не услышать сигнал пожарная тревога просто невозможно. Счет идет на секунды. В службе спасения работают исключительно крепкие мужчины. Боевая одежда и снаряжение весят более 20 килограмм. Пожарный должен быть в хорошей физической форме для того, чтобы вынести из огня человека. Через минуту спасатели уже в полной экипировке в машине. И с тревожной сиреной пулей на место. Сотрудники МЧС не забывают об осторожности. Ведь дома о них волнуются жены и ждут дети. Пропавшие в лесах, тонущие на воде и застрявшие в машинах после аварий. Помощь МЧС нужна многим. Только в прошлом году сотрудники Бобруйского горрого отдела по чрезвычайным ситуациям спасли 32 человека. Ликвидировали 163 пожара. Предотвратили уничтожение 122 строений и 12 автомобилей. И в будни, и в свой профессиональный праздник они на боевом посту. Хочу поздравить своих коллег, спасателей Бобруйского горрого отдела, спасателей всего Министерства по чрезвычайным ситуациям, профессиональным праздникам. Пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, успехов на работе, благосостояния. Ну и, конечно же, чтобы всегда дома был крепкий тыл и здоровье всем близким, всем родным. Беспримерное мужество и высокое мастерство, ежедневный риск и доблесть, фирменные отличия спасателей. С ростом прогресса происшествия становятся все сложнее и технологичнее. А значит, в этой вечной гонке у сотрудников МЧС нет права на проигрыш. Ведь на кону стоят наши жизни. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. В продолжении темы. В Бобруйске прошел 18-й турнир спасателей на кубок председателя городсполкома. Из-за пандемии в 2021 соревнования отложили, поэтому в 2022-м их ждали вдвойне. На сцене Дворца искусств яркое шоу от пожарных и творческих коллективов города. Обязательный пункт программы – награждение. Почетные грамоты, благодарности, юбилейные медали за достойный добросовестный труд. Я искренне признателен в пользу существующего руководства города за то, что они продолжают эти добрые традиции, объединение всех спасателей. Благодарен нашим гостям с Российской Федерации, нашим братьям, которые нашли возможность в столь сложных условиях, связанных с пандемией в мире, нашли возможность и поучаствовали в этом турнире. В зрительном зале лучшие сотрудники МЧС. Они приехали за главной наградой – Кубком председателя Бобруйского горысполкома. Всего 9 команд. В этот раз среди участников, помимо белорусов, и представителей города Побратима на Рафоминской. Александр Студнев лично приветствует спасателей. Начиная от водителя, заканчивая именно профессионалом-спасателем, который каждый день где-то рискует своей жизнью. И мы прекрасно понимаем ту ответственную работу, которую они выполняют. Соревнования – отличная возможность встретиться с коллегами из разных городов. Гродно, Новополоцк, Речица, Минск и, конечно, Бобруйск. В программе – волейбол, пожарный спорт и мини-футбол. В поисках новых хозяев. В Бобруйске растет спрос на покупку ветхих домов. Аварийные строения изымаются в судебном порядке. В дальнейшем судьбу жилищ решает исполком. Сейчас в городе продают свыше 20 таких участков. С подробностями Ольга Васенда. В этом доме на Северной 9 никто не живет больше 30 лет. Хозяева умерли, наследников нет. В реестр ветхого жилья его включили еще в 2019-м. Аукцион проведут в ближайшее время. Стартовая цена – 7800 рублей. Новый владелец должен привести в порядок земельный участок самостоятельно, снести дом, либо заняться его реконструкцией. Особое внимание этому вопросу уделили в трилогии «Года малой родины». В марте 2021-го, после принятия 116-го указа в администрациях районов, созданы комиссии по обследованию состояния жилых домов. После выявления строений, которые находятся в аварийном состоянии, они изымаются в судебном порядке. В дальнейшем судьбу домов решает исполком. Сейчас в Бобруске продают свыше 20 таких участков. Цены от 1500 рублей до 23. Последние торги с аукциона показали – спрос есть. За последнее время действия указа мы изъяли более 40, решением суда, более 40 таких жилых домов. В 2021 году мы продали 9 земельных участков. Я считаю, что скоро стоимость таких домов будет сравнена с домами на вторичном рынке. Привести жилье в порядок после покупки нужно в течение года. Если человек не укладывается в срок, то при наличии уважительных причин и подтверждающих документов, его могут продлить. В противном случае работы проведут за счет бюджета, а нового землепользователя обяжут возместить затраты. Вплоть до решения вопроса через суд. Порядок такой. Мы делаем объявление в газету, размещаем на сайте объявление о продаже ветхого дома, предварительно сделаю его оценку. И все желающие, которые хотят купить данный жилой дом, обращаются к нам в горосполком, конкретно в отдел землеустройства, в обруске горосполкома с заявлением на покупку данного дома. 1 января 2023-го все пустующие дома Беларуси внесут в единый реестр. Доступ к базе будет открытым и бесплатным. Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного жилища, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние и узнать о возрасте постройки. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Ковидные протесты, конфиденциальные данные, новый закон. В Австрии вакцинация стала обязательной для всех жителей страны. Какой штраф? Далее обзор в громких заголовках мировых новостей. В Австралии вакцинация стала обязательной для всех жителей. Действие закона рассчитано до 31 января 2024-го. Таким образом, страна первая в ЕС с подобным нововведением. Начиная с марта, отсутствие прививки может привести к штрафу в 600 евро. Власти планируют также предложить розыгрыш призов. Каждый привитый сможет выиграть денежный купон на 500 евро. Россияне вышли в открытый космос. 7 часов 11 минут именно столько там находились космонавты. За это время они провели часть работ по подготовке узлового модуля. Причал предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей. Первый корабль пристыкуется 18 марта 2022-го. В Германии акция протеста против санитарной политики властей завершилась столкновением с полицией. У некоторых участников было с собой огнестрельное оружие. Стражи порядка задержали не меньше 10 человек. На улицы немецкого города вышли сотни людей, которых не устраивают новые ограничительные меры. Подобные недовольства есть во Франции, Италии и других европейских странах. Личные данные более полумиллиона человек оказались в руках злоумышленников в результате кибератаки на Международный комитет Красного Креста. Хакеры получили доступ к информации о пропавших без вести, заключенных, людях, которых относят к особо уязвимым категориям. В частности, тех, кто разлучен с семьями из-за вооруженных конфликтов, миграционных кризисов и природных катаклизмов. В Литве появились три дополнительные буквы. В стране разрешили использовать в паспортах символы стандартной латиницы, которых нет в их алфавите. В первую очередь это поможет гражданам, желающим взять фамилию супругов иностранцев. В то же время у многих политиков нововведения вызывают возмущение. Они считают, что нельзя изменять родной язык. Формула победы. Учащийся второй гимназии привез серебро с 4-й международной юношеской олимпиады по точным наукам в Баку. Здесь соревновались лучшие мировые умы, которых готовили высококлассные педагоги. Прямо сейчас покажем, что бывает, когда с предметом настоящая химия. Добавим каплю серной кислоты и начинается мгновенная реакция. Шпаргалки Глебу Боровому не нужны. Экспромтом его не напугать. За плечами Бобруського и Менделеева множество побед на области и республике. Второе место на турнире Московского госуниверситета Ломоносов. На днях копилка учащегося 10-го Б2-й гимназии пополнилась серебром международной юношеской олимпиады по точным наукам – лаборатория подготовки талантов. К слову, интерес к предмету у парня проявился еще в 4-м классе. На занятии химией меня вдохновил дедушка. Он в свое время был победителем тоже химических различных олимпиад. И начал мне рассказывать какие-то простые формулы, какие-то вещи разные, которые меня тогда удивляли. И я начал сам читать различные учебники и потом решать 7-ми классникам задачи. На турнире 15-летние интеллектуалы из стран СНГ решали 10 задач по физике, химии и математике. На все про все три часа. Глеб Боровой оказался готов к любым сюрпризам из цифр и неизвестных. Разглядела юное дарование и помогла раскрыть талант опытный педагог Елена Винглинская. Когда в 4-м классе мне сказали, что есть такой уникальный ребенок, который для 7-м классников решает задачи по химии, они прислали мне его, он сказал, я, естественно, заинтересовалась таким ребенком. Взяли учебник 7-го класса, он много чего знал. Где-то вот в 5-м классе, я помню, мы его поставили к доске, сели с кем-то из олимпиадников за первый стол и стали его спрашивать. И на какие-то моменты ты ему говоришь, что если сделать так, то будет так. И он тут же на доске это все пишет. Глеб щелкает задачки, как орешки, что делают вузовские учебники и вместе с другими одаренными старшеклассниками занимается в городском ресурсном центре по химии. Здесь есть все необходимые реагенты и оборудование, которым не каждый вуз может похвастаться. Да и техника безопасности на высоте. Бертолетовую соль нельзя так мешать, ты что, ее аккуратно. Педагоги гимназии не жалеют знаний, сил и времени, чтобы их ученики стали лучшими. Результат налицо. Ребята привезли 14 дипломов и 3 поощрительных отзыва с областной предметной олимпиады. Вот мы в чашечке измельчили бертолетовую соль. И сейчас мы добавили измельченный сахар. Смешав талант, увлечение и трудолюбие, Глеб Боровой получил ответную реакцию на то, что дано и то, что многократно приумножено педагогами и родителями. Юноша уверен, впереди еще много нового и неизвестного. С наукой он планирует связать дальнейшую жизнь. Но уже сейчас сумел вывести для себя победную формулу. Так бывает, когда с предметом настоящая химия. Татьяна Горбач и Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.